Поменяют окна, установят счетчики и сделают косметический ремонт в квартирах участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В городе объявлен аукцион на выбор подрядчика для выполнения работ. Начальная цена контракта 573 495 рублей. Была протечка, там сосед жил, что меня несколько раз заливал. Там заделали потолок, там вывели эту и все это здесь. Потолок в ванной теперь без протечек. В прошлом году в квартире участника Великой Отечественной войны Александра Константиновича Мальцева сделали косметический ремонт. Уроженец Вологодской области 17-летним подростком ушел в армию. Службу проходил на Дальнем Востоке 7 лет. 20 февраля Александр Константинович отметил свое 90-летие. Сейчас вспоминает, как на фронт сразу ушел отец, затем сестра, тетя, забрали даже собаку. Под танком кормят, приучают, а потом, значит, так вот натренируют. Танк идет, она гранатами ввешена, она сама под танк. И в 43-м меня, вот мы все эти четверо вернулись, а собака не вернулась. Помощь участникам и ветеранам Великой Отечественной войны продолжается. В городе объявлен аукцион по выбору подрядчика для ремонта квартир. Начальная цена контракта – более полумиллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета по предложению главы города. С этого года средства из федерального бюджета на ремонт квартиры не выделяют. Перечень работ формируют по мере поступления заявлений от ветеранов. Каждое заявление рассматривается. Комиссионно выезжаем на место, осматриваем, выслушиваем, что ветеран желал бы отремонтировать, в каком состоянии, что находится. И после этого только определяются виды работ, стоимость их. И на ту сумму, которая заложена в бюджете, определяется, сколько квартир мы сможем в этом году отремонтировать. Частичный ремонт планируется в девяти квартирах. Всего за шесть лет отремонтировано около ста. На работы потрачено 3,5 миллиона рублей из средств местного и федерального бюджетов. Евгения Карельна, Наталья Габдрахманова, Вестник, Северодвинска. Евгения Карельна, Наталья Габдрахманова, Вестник, Северодвинска.